В списке, который заранее был разослан депутатом, значилось пять вопросов, которые необходимо было рассмотреть на первом в 2022 году заседании. Среди важных стоит отметить расширение перечня лиц, которые освобождаются от уплаты земельного налога на территории округа. Данный проект решения разработан с целью предоставления льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога членов многодетных семей. В отношении земельных участков, которые получены в долевую собственность для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального жилищного строительства. Ранее для справки хочу сказать, что у нас освобождены были только мама и папа из многодетной семьи. Сейчас мы освобождаем и детей до 18 лет. Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет муниципалитета. Среди различных статей расхода народных избранников заинтересовал пункт о выделении 117 миллионов рублей на развитие сети дорожного освещения. Глава округа Алексей Спаский прояснил ситуацию. В этом году Московская область для себя приняла решение и довела эти деньги до всех муниципалитетов. Мы готовы представить эту информацию, потому что она есть в отдельном слайде, проходит на ВКСах. Целевым показателем деньги, которые предоставлены для Ленинского, это именно те самые 117 миллионов рублей. В числе прочего депутаты заслушали отчет начальника ОМВД России по Ленинскому округу Алексея Бадина. Он рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности управления МВД на территории муниципалитета. В отчетном периоде на территории округа совершено почти полторы тысячи преступлений. Если брать аналогичный период, то чуть больше 1400. Имеем рост 5,6%. Расследовано 882 уголовных дела, что больше на 5,6% прошлого года. Выявлено 768 лиц, совершивших преступления. Также было рассмотрено еще несколько вопросов, касающихся административно-хозяйственной деятельности служб округа. По мнению председателя Совета депутатов Станислава Радченко, первое в этом году заседание прошло в конструктивном ключе. Сегодня вопросы были приняты на заседании разноплановые. Это и поправки в бюджет, так называемый отложенный бюджет, то, что мы ранее запланировали в прошлом году. Вместе с тем, это и льгота по земельному налогу. Мы расширили, собственно говоря, интересантов. Многодетные семьи, в том числе и дети до 18 лет, освобождены от уплаты земельного налога. Мы рассмотрели вопросы, такие, которые волнуют наших жителей. Это и парковка незаконная, значит, больше грузов на территории сейчас прорабатывается. Ну, такое стратегическое решение. В этом году, я надеюсь, мы его будем уже реализовывать. Полностью решения Совета депутатов округа будут опубликованы в газете «Видновские вести». Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok